Женщин говорит До встречи в прямом эфире каждую пятницу с 4 часов до 18 Добрый вечер, мы продолжаем наше ток-шоу Сейчас у нас рубрика «Дочки матери» И сегодня у нас в гостях Ирина и Настя Евдокимовы Тема гиперзабота Ирина, расскажите немножечко о себе, о вашей семье и про вашу тему Добрый день У нас прекрасная семья, у меня трое детей Я многодетная мама Вот это у меня старшая дочь Настя Она спортсменка, успешная отличница Ну и два сына младших С моей работы Насте 12 лет Немножко, Настя, ты представься Чем ты занимаешься, в каком классе учишься, что любишь, что нравится Добрый день, я Настя, мне 12 лет Я учусь в шестом классе и занимаюсь теннисом Мне это очень нравится Вот как раз недавно был турнир Я заняла второе место Была очень рада Поздравляем Спасибо большое Поздравляем, да Замечательно А теперь давайте перейдем все-таки к нашей теме, да, гиперзабота Настя, какие вопросы ты бы хотела обсудить в рамках нашей рубрики в сегодняшнем эфире? Мама, ты думаешь, если я начала вести свой бизнес, не опираясь ни на кого, у меня бы получилось его хорошо развивать? Ну, учитывая какая-то у меня целеустремленная, думаю, что получилось бы, но я считаю, что на начальных этапах все равно нужна какая-то помощь и поддержка близких, как минимум и я Ирина, а какую помощь и поддержку вы готовы оказать, Настя, на данном этапе? Ну, хотя бы психологическую какую-то, где-то какие-то наставления, может быть, дать А у Настя уже есть какие-то проекты, идеи, как бы она хотела себя реализовать? Уже что-то она говорила? Ну, вы знаете, да, у нас небольшой опыт есть, такой совсем небольшой Вот, только дизайнерский, я бы сказала Но она, в принципе, она творческая личность, она и на меня смотрит Вот, и поэтому, да, она в интернете бы хотела себя немножко тоже проявить Настя, ты нашла поддержку со стороны мамы? Да, мне мама поддерживает, помогает мне, вот, и как бы чувствую ее поддержку Ага, а скажи, пожалуйста, как мама тебя поддерживает? Ну, она поднимает настроение, что если я когда говорю, например, что у меня, ну, может не получиться Мама говорит, что все получится Тогда вопрос к маме, да, про гиперзаботу Про страхи, там, тревоги, опасения Есть, вот, что, как вы с этим справляетесь внутри себя? Я так понимаю, все равно же есть это, да, как тревожно же ребенку, да? Ну, где-то есть, конечно Дать такое пространство Конечно, я все-таки мать, и думаю, это свойственно любой матери Было бы странно Как вы с этим справляетесь, вот именно вы в вашей семье? Со своими вот этими страхами? Со своими тревогами Ну, я, в принципе, такой человек по жизни Если у меня есть страх, я стараюсь их как-то все-таки перебарывать, скажем так Ну, какой-то есть практический совет вот для родителей Потому что сейчас тема, на самом деле, очень актуальна Подростки, они все очень креативные, творческие И очень много хотят себя сейчас реализовывать именно на просторах нашего интернета Где действительно очень много разных есть подводных камней Да, вот какой-то практический совет, как вот Как все-таки вот эту тревогу, как с ней справиться Чтобы, ну, ребенку не передать ее И не испугать его вот в начале его вот таких творческих шагов Ну, я считаю, главное, во-первых, самой даже если есть этот страх Не показывать его ребенку И не говорить, там, не подавлять, во-первых, вот это желание К чему-то стремиться ребенку А просто, ну, идти вот в ногу со своим ребенком То есть это некий момент саморегуляции, да? Да Когда вот внутри поднимается что-то, да, вот такое тревожное, волнующее Я так понимаю, Ирина, ты прибегаешь там подышать, да, успокоиться Как-то переключить внимание, я правильно понимаю, да? Чтобы этот, в этот момент, когда ребенок обращается к тебе, вот, да, за словами поддержки Ну, действительно, оказать ему эту поддержку словом, взглядом Да, быть спокойной просто, я считаю, быть спокойной, не нервничать Ну, вот я сейчас... Это же передается все ребенку Да, и различные способы саморегуляции Славянская гимнастика у нас тут была В предыдущем, да, в предыдущем эфире Это, наверное, очень хороший рецепт Настя, можешь задавать следующий вопрос? Такой вопрос я хочу задать Мама, ты думаешь, если я захочу стать поэтом, у меня получится? Учитывая твой опыт уже определенный Думаю, да, в этой области тоже ты могла бы быть успешной Потому что ты же сама знаешь, ты уже принимала участие в разных конкурсах школьных И не раз вручала свой класс в школе стихами Думаю, все получится Уверена Ага, Настя, а скажи, пожалуйста, вот ты когда задаешь маме этот вопрос, у меня получится Вот это что внутри? Неуверенность какая-то есть, сомнения какие-то есть И вот чем этот вопрос вызван у тебя? Каким чувствами? Ну, неуверенность чуть-чуть Неуверенность? Да А опыт уже был? Да, опыт уже был, я сочиняю маленькие стишки Они интересные, на день рождения тоже сочиняю иногда Можешь что-нибудь процитировать небольшое? Ну, например, это такое мини-поздравление Там, поздравляю тебя с Днюшкой, моя милая подружка Чудесно Ирина, скажи, пожалуйста, как ты воспринимаешь творчество своей дочери? Она настолько многосторонняя, настолько талантливая и в спорте И, я так понимаю, стихи пишет, да? И интересно ей развиваться в интернете и быть финансово независимой девочкой Как вот ты это воспринимаешь? Как внутри тебя? Что происходит? Я за нее рада, она вот где-то меня напоминает, потому что я такая же Я тоже разносторонняя стараюсь везде все узнать То есть это личный пример твой, да? Насколько он важен в формировании подростка, его жизни, его сознания, его поведения? Конечно, она смотрит на меня, она где-то меня копирует Да, я вот хотела бы прокомментировать, что это очень важно Когда у вас дети предподросткового возраста, подросткового возраста Они смотрят на ваш личный пример На вашу жизнь, на ваше поведение Как вы себя ведете, как вы живете, что вы говорите Это очень важно Подросток воспринимает каждое слово Это стоит взять во внимание всем родителям, что только самое лучшее воспитание – это личный пример Настя, можешь следующий вопрос? Хорошо Мама, мне иногда кажется, что ты меня не слушаешь Это так? Такой провокационный вопрос На самом деле, поясню Я говорила уже, что у меня еще двое детей младших Настя, если ты так считаешь, то, значит, это бывает в те моменты, когда твои братья обращаются ко мне тоже с каким-то вопросом Поэтому пойми меня как маму Да, у нас вопрос Светлана, я просто на своем примере, да, в примере своей дочери Мне тоже иногда дочь говорит Мама, ты меня не слышишь, что ли? Бывает такое, Настя, что вы задаете свой вопрос, как я ей дочерь ответила Что я прихожу домой, вот я раздеваюсь, я устала, я не готова, как бы вот до конца понять вообще, что ты хочешь Вот, и я понимаю, что в этот момент и вы бежите к маме, да, вот каким-то таким вопросом Вот я, 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 меня, 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 ну, слушай, надо маме дать чуть-чуть выдохнуть, да, вот она пришла Она сейчас выдохнет, переоденется, и вот тогда ты уже заходи, то есть подходи, задавай вопрос и так далее, и так далее То есть немножечко дать вот люфт, ей передохнуть Вот я это бы хотела сказать Немножко я, можно, прокомментирую На самом деле, дети, им очень сложно выбрать этот момент, когда мама устала или мама очень занята Это родители должны контролировать и осознавать свои эмоции Потому что дети, ну, они слишком, у них еще нет опыта, они не понимают Они действительно очень импульсивны, они реагируют под действием импульсов Вот у них появилась потребность, они бегут к родителям, им важно вот посмотреть, заглянуть в глазки, спросить что-то, удостовериться, да, потому что это очень важно А родители – это взрослые люди, которые могут себя контролировать, могут и должны себя контролировать И пристальное внимание к своему ребенку – это не тогда, когда у вас есть время, да, вы свободно сидите, смотрите ребенка своему в глаза, обнимаете, целуете его А это может быть в любую, в любую минуту, даже и чаще всего это, когда вы, родители, не готовы к этому Поэтому это вопрос осознанности и самообладания родителя, а не ребенка Это комментарий психолога Опять я только хотела сказать, переложить сказать Это перекладывание ответственности на ребенка То есть это получается, что в этих отношениях ребенок должен быть взрослым, должен осознавать и подгадывать родительское настроение Ну на самом деле у нас все наоборот, это родители должны давать это внимание, чтобы ребенка, чтобы ребенок чувствовал, что он важен, что он нужен и любим Ну, Светлана, тогда дети вот маленькие, я понимаю, что они не могут контролировать, но когда ребенку уже 12-15 лет Это особый возраст, на самом деле, у них еще больше усугубляется Да, у них еще больше усугубляется, они очень чувствительные и ранимые в этот период, так как у них идет перестройка То есть мы с мамой возьмем на вооружение, я так понимаю Обязательно, спасибо за совет дельный Да, и по поводу слушания есть рекомендация у меня У вас есть время, когда вот у вас, вы многодетная мама, да И действительно, это очень такое, ну, это сложно, это эмоционально бывает непросто Уделить каждому ребенку внимание, то, которое необходимо У вас есть такое правило, что вот, допустим, у каждого ребенка есть какое-то выделенное время, да Ну, которое вы можете уделить только ему Ну, так, правило, график, я не знаю, как это называется в вашей семье, у всех это индивидуально Не, ну, как такового графика там, ну, скажем так, его нет, конечно Я стараюсь просто как-то вот, ну, со всеми общаться, со всеми Чтобы всем внимания уделить, никого не обделять Ну, видимо, вот, как оказалось, что... Да, я так понимаю, что есть момент того, что Насте не хватает маминного присутствия И вот моя рекомендация, что выбрать какое-то время, да, может быть, это перед сном 10 минут, 15, да Но какое-то время, где вы будете принадлежать только Насте Вот ты, да, как мама будешь вот только для нее 10, 15, 20 минут Но ты будешь смотреть на нее, ты будешь вся во внимании И я думаю, что этого будет достаточно, если это будет раз в день Главное для ребенка это не количество проведенного времени, а качество наполненности Когда 100% внимания отдано вот ребенку Это моя такая рекомендация Хорошо, спасибо Да, мы завершаем сегодняшнюю нашу рубрику «Дочки матери» И тема гиперзаботы, это очень такая, очень действительно актуальная тема Почаще, ну, обращайте внимание, почаще замечайте своих деток Уделяйте им больше внимания Личным примером показывайте, как нужно себя вести, как нужно жить, как нужно чувствовать И будьте с ними откровенны На земле привольных и счастливых Для добра и света мы растем Пусть сидя нет солнышка Над миром льются песни Звонким ручейком Поем о солнышке